Масштабный кубок Одесской области по черлидингу два дня проходил в спорткомплексе «Краян». В соревнованиях приняли участие практически все черлидеры во всех возрастных категориях и все клубы региона. Главная инновация этого года от организатора Одесской областной федерации черлидинга – независимое судейство, представленное иностранными специалистами из Белоруссии и Финляндии. Очень рада, что наши судьи выезжают судить международные старты. Уже трижды наша судья Светлана Смолит судила вот в прошлом сезоне. Мне очень приятно, что уровень наших команд возбуждает интерес у европейских судей, и они были рады принять наше приглашение. Мы эту традицию будем продолжать и развивать, и в дальнейшем планируем еще много интересного, связанного с европейскими стартами. Для Одесского черлидинга приезд почетных гостей – это большое событие, поскольку судьи не только дали беспристрастную оценку каждому выступлению, но и ознакомились с уровнем и способом подготовки одесских команд. Наши атлетики отличные, очень талантливые девушки, и очень хорошие техники, и они выглядят отличные. В Финляндии мы имеем больше пау-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Я вообще впервые сужу соревнованиям на Украине и вообще впервые за пределами Беларуси, поэтому для меня это очень полезный опыт, очень интересный. Количество команд, ну честно говоря, больше, чем у нас в Беларуси. И как вот уже сказала коллега из Финляндии, у нас также не так много джаза. В основном фристайл-помп команды. Очень много здесь детских команд сильных, мне очень понравились. Этот год выдался очень успешным для представителей нашего региона. В актив можно записать десятки медалей, завоеванных в Италии и Польше. Мы в Польше заняли первые места, получали гран-при. Мы стали чемпионками Украины по чарлидингу. Потому что мы с самого детства начинали заниматься гимнастикой, а теперь перешли в чарлидин. И вместе занимаемся. Также отметим зрелищный флешмоб команды ВОК, посвященный наставнику. Девочки решили удивить тренера, и это им удалось. У нас тренер уходит, она для нас очень близкий человек. Чувствую, что как она к нам относилась, нам никакой другой тренер такого уже не даст. Нам захотелось сделать, просто нам пришло приятно, чтобы она нас помнила. Когда две девочки у нас выступали дуэтом, мы решили, что когда они будут делать какой-то важный элемент, они его залажают специально, чтобы потом мы выбежали, и чтобы это было как-то неожиданностью. Чтобы она сначала испугалась за то, что они что-то залажали, а потом мы выбежали и станцевали к клубу круто, и у нас было очень много подарков, и мы потом набежали на нее и поздравили. Я была просто в шоке, если честно, не ожидала, что мои дети, большое им спасибо огромное, так будут меня провожать. Флешмоб был посвящен тому, что я ухожу с поста главного тренера, вообще из спорта ухожу на данный момент. Вот, поэтому такие грандиозные, я считаю, они мне устроили проводы. В спорте такое существует. Прям почувствовала себя олимпийской чемпионкой. Так на высочайшем уровне провожают очень высоких спортсменов. Но и это еще не все сюрпризы. После одного из номеров спортсменки сделали предложение руки и сердца. Субтитры создавал DimaTorzok В планах на следующий год отправить две сборные команды на чемпионат мира в Орландо. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».